Ну что, друзья мои, в любви присаживайтесь. Обычно мы говорим там, обнимите друг друга, поцелуйте, но с этой заразой коронавирусной поцелуйте кого имейте право целовать, я всегда говорю. Но сейчас не то время. Друзья мои, ну что, мы в такое время живем, ничего не поделаешь. Вот пришли к такому этапу, но я думаю, это не то, что думаю, я прям верю, что эта зараза просто должна отступить. И каждый раз, когда я выхожу за кафедру, молюсь об этом. Господь, благослови, я прошу Тебя, исцели, Господь, болящих сейчас, исцели каждого, кто был зацеплен этим коронавирусом. Господи, я молюсь, Господь, чтобы все в церкви выжили, Господь мой, все преодолели этот вирус во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, аминь. Слава царю. Друзья мои, ну что, у нас новый месяц, новый месяц и у нас новая тема месяца. И тема месяца называется «Поколение». Тема поколений. Кстати, я забыл поприветствовать всех тех, кто смотрит нас, присоединился в онлайн, потому что на первом собрании у нас нет онлайн. И первое собрание тоже достаточно густое, я забываю просто. Поэтому всех приветствую, кто нас смотрит. И, конечно, хорошо, когда мы все-таки, несмотря на всю эту заразу, стараемся приходить в воскресенье в церковь. Потому что, вы знаете, мир, он не живет воскресным собранием. Мир живет вот переключалками. Сегодня вообще люди не понимают, что есть большая ценность в том, чтобы в воскресенье прийти вот ногами на служение. Для мирских людей этой ценности нет. Мирские люди, если уж у них голова не болит с похмелья со вчерашнего, то занимаются спортом, там сегодня много таких энтузиастов, клубы какие-то у них и так далее. И большинство людей не мыслят категории «служение Богу», потому что они просто не рассматривают его как ценность. Но для нас это ценность. И на страницах Библии показаны вот эти жемчужины, которые необходимы каждому человеку, пока он живет здесь на земле. Итак, я хотел бы сегодня тему обозначить. Она называется «Научись мыслить поколениями» или «Научаясь мыслить поколениями». Друзья мои, откроем с вами Псалом 32 и 11 стих. Прочитаем новый русский перевод. «Но Господень совет пребудет вовек, и замыслы сердца его из поколения в поколение». Это новый русский перевод, в оригинале написано, или в церковно-славянской и также с надальным переводе. «Из рода в род». Ну как-то знаешь, когда звучит «из рода в род», как-то это не отражает внутреннего настроения. Порой ему, что такое род? Но это из поколения в поколение. И Господь говорит, его совет, то есть совет это его слова, вот его посылы, его принципы, он говорит, они прибудут, то есть они будут всегда, вовек. Они всегда неизменны. И дальше. И замыслы его сердца, вот то, что Бог задумал, это всегда будет из поколения в поколение, передаваться, либо же игнорироваться. И тогда будут проблемы, когда люди игнорируют его правила. И смотрите, интересно, вот это мне очень сильно помогает, посыл такой, что замыслы его сердца. Вот мы живем в таком мире, и нам всегда кажется, что-то вот с миром случится, то пандемия какая-то, то коронавирус, либо террористы мир захватят. Вот все будет в мире плохо. Но когда я понимаю, что его замыслы над всем, он хозяин всего, поэтому, слушайте, значит, он все и разрегулирует. Это так меня успокаивает, это дает такую радость моему сердцу, осознание вот этого факта, что, слушайте, все будет хорошо. И в Библии даже после книги Апокалипсис говорится, Бог все устроит, создаст новое небо, новую землю, и все будет в принципе хорошо. Но нам здесь нужно прожить так, чтобы нам еще было хорошо, кроме вселенной, чтобы ты еще состоялся, как человек здесь. О, класс! Итак, первое, первый тезис, и очень важный тезис, что сам Бог мыслит поколениями. Вот мы должны это увидеть, что сам Бог, он мыслит поколениями. И когда мы встречаем после Авраама, Исаака, Иакова, вот во времена Израиля, когда Израиль сформировался, как Бог постоянно обращается к людям? Он всегда говорит, я Бог Авраама, Исаака, Иакова. Так и называет себя. Он не говорит там просто, я вот Бог, тот-то, тот-то, как вот, знаете, у всех народов. Он говорит, я Бог Авраама, Исаака, Иакова. Другими словами, он показывает три поколения. И вы знаете, психологи сегодня говорят, человек, оказывается, вот живет в отношении трех поколений. Всегда. Это вот просто факт. И я думаю, психологи, о, сейчас это открыли, а на страницах Библии это сказано было тысячелетия назад. Вообще я заметил, что как-то наука, она лишь только догоняет то, что было в Писании. А нам преподносят, как будто бы наоборот, наука прошла вперед, а мы читаем средневековую книгу. Да нет, когда речь идет о человеческой душе, о человеческих отношениях, то лучше Библии ничего нет. Вот, вот, вот этой прекрасной книге, которую читать просто надо. И когда мы ее читаем, вот с ее страниц приходят такие великие истины, такие же мчужины. И там Бог говорит, слушайте, психологи, а слово психи, послушайте, хотя у меня жена психолог, простите. Верочка не хотел тебя обидеть. Вот, но я имею в виду порой, порой реально к некоторым придешь психи, а не психологи. Так вот, установили, что человек живет в трех поколениях, а Бог мой уже сказал это раньше. Он говорит, ребята, вы всегда будете находиться под влиянием трех поколений. Когда ты ребенок, вот ты еще маленький, ты только родился и там растешь, ну, подросток, у тебя есть родители, которые на тебя влияют, так или иначе. Ты как-то наследуешь от них их привычки, повадки, их слова, что они тебе говорят. Причем, вот, хочешь ты того или нет, ты все равно находишься в связи, даже в связи ДНК с ними. Тоже уже другие генетики, уже не психологи, генетики говорят, что 50% у наследованных нами привычек, склонностей, наследуется 50% от родителей, а 25% от дедушек с бабушками. И дели там потом на 2, и так вот будет уходить в поколение. И твоего остается там 0,000%, то, что является твоей непосредственной сущностью. А на самом деле мы все наследуем от поколений. Ты скажешь, да это не так, я вот сам решил учиться. Ну, подожди, подожди, до тебя уже люди, которые были вот в этой цепочке вековой, они тоже кто-то учились, кто-то были умненькие. Правда, и дураков было тоже много. Но, по крайней мере, по цвету кожи ты точно можешь понять, что у тебя предки были именно те, кто они были. Ну, и по цвету глаз, и по всему остальному. И вот смотри, на тебя влияют твои родители. То есть, так или иначе, ты что-то наследуешь, и плохое, и хорошее. Но также ты находишься под влиянием дедушек и бабушек. И вот ты в этой связке трех поколений, ты чувствуешь первое звено, потом второе. Но тут вступает в силу время. Вот время – это такая зараза, это такая субстанция, такая вещь, которая самая безжалостная на земле. Безжалостная, никого не ждет. Идет своим чередом. Даже если ты говоришь, ну, подожди, мне так важно сейчас это время растянуть. Ничего, время будет идти так, как оно должно. И время приводит нас в следующее состояние, когда мы становимся родителями. Мы родители. Тогда у нас появляются дети, и еще живы наши родители. Мы находимся в этой связке. С одной стороны дети подрастают, с другой стороны мы под влиянием родителей. Очень интересный эпизод жизни. Потом, интересно, проходит время, и ты вступаешь в следующий момент, когда ты становишься дедушкой и бабушкой. Родители уходят. Ну, конечно, некоторые скажут, ну, бывает же, прабабушки, прадедушки живы, и дедушки бывает. Все это понятно. Я говорю про непосредственное влияние. Прадедушки и прабабушки могут быть живы при твоей жизни, но их влияние всегда слабо. Человек по-настоящему живет в трех поколениях. Если вы сегодня ничего не запомните из моей проповеди, вот просто хотя бы эту истину запомните, что вы всегда будете находиться в этой связке. И удивительно, что как бы то ни было, ты все равно будешь стоять в этой очереди времени. Бык? Это, наверное, единственная очередь в мире, когда ты не хочешь дождаться своего череда. Заметил? И вот как-то вот память человеческая, она все хранит. И как раз-то время вот в том-то оно и предательское, что вроде бы оно много времени занимает, я имею в виду годы, проходят, кажется, 10 лет, 20 лет, а память твоя, она хранит все детали. Я вот помню себя в 8 лет, прямо помню, мне в 8, и я там стою в советские годы, музыка такая популярная была, песня. Куда уходит детство, в какие города, и где найти нам средства, чтоб вновь попасть туда. Оно уйдет неслышно, пока весь город спит, и писем не напишет, и вряд ли позвонит. И я помню, в 8 лет, такая депрессуха на меня спускалась, когда я слушал эту песню. Я сидел, думал, мамочки, это что, мое детство куда-то свалит от меня, и я все, больше не буду играть в моих солдатиков. Павлик ты бедный, знал бы ты, как это все быстро случится. И вот потом я отец, чик, я женился, хоп, у меня родился ребенок, и мне кажется, ну вот вчера-вчера я еще это там, куда уходит детство, слышал, слушайте, мне уже полтинник через месяц будет. 50 лет, я думал, со мной этой беды никогда не случится. Она бил, и все, через месяц. 1 января вы все будете веселиться, а я буду плакать. И я дед уже, у меня уже второй внук на подходе, ну не на подходе, но уже есть, не знаю, внук, внучка, не знаю. И вот, у меня уже невестка беременная. Вы радуйтесь, а я осознал вот это вот понятие времени. И я вот здесь, и я думаю, вот он бог Авраама, Исаака, Иакова. Я уже перебираюсь к Аврааму. И вы знаете, самое удивительное в этом во всем, что теперь моя уже позиция, она уже зафиксировалась как дед, и она будет еще тянуться сколько-то. И я буду влиять на детей и на внуков. И вот, друзья мои, если мы это осознаем, то мы должны понять одну важную истину, что Бог мыслит поколениями, то и мы должны мыслить поколениями. И мы будем счастливы тогда, когда мы почувствуем свою роль вот в этих поколениях. Вы знаете, когда я пришел ко Христу, пришел к Богу, мне был 21 год. И я пришел в такой атмосфере, когда церковь мыслила категории пожилых людей. Я не знаю, почему так было в то время. Это был конец Советского Союза, начало 90-х годов. И да вообще церковь традиционная, она какая-то, знаете, такая вот стариной пахнет. Приходишь, здания старые, люди ходят в одеждах таких, даже не средневековых, а античных. И вот ты смотришь на все это, и тебе кажется, вот с моей жизнью это никак не связано. Это все как-то вот люди каких-то потерянных каких-то веков и поколений. И когда я покаялся, хотя я покаялся в протестантской, в евангельской церкви, там тоже были братья такие, кто за Христа в тюрьме сидел. Сейчас их уже в живых никого нет. У них Библии были тяжелые, исчерканные, большие. И вот я как-то среди них сидел, и я чувствовал, что в церкви, ну, на молодежь внимание очень, внимание молодежи как-то мало уделяют. И у меня было такое рвение, мне хотелось, чтобы молодежь цеплять, даже я помню первое время, когда мы стали служить в городе Бор, вот Вадим Николаевич здесь как раз, мы даже называли себя молодежной церковью, назывались. Эх, как молоды мы были. И вот, и мы называли себя молодежной церковью, типа мы молодежь. И потом я увидел вот эти все протестантские евангельские церкви, ну, в Европе, в Соединенных Штатах, в Канаде, я увидел вот эти, вот это пробуждение. И все проповедники, помню, 90-х годов, они постоянно несли эту мысль, завоевывайте молодежь, завоевывайте. Потому что если молодежь не завоевать для Христа, они там, мы потеряем Евангелие, они пойдут в ад все. И я проникал с этим, поэтому мы сделали свет, там туда-сюда, все наши собрания. Вот сейчас посмотришь все церкви протестантские, они суперсовременные. Всегда свет, там музыка, все у нас красиво, пастор всегда не отличить от, там, спикера какого-то по бизнесу. Чтобы быть понятными людям. И это хорошо, это замечательно. И евангельские истины звучат. Но с другой стороны, я как-то почувствовал, а не переиграли ли мы в тему молодежи? Что, молодежь, это самое особенное, что ли? Что им вот нужно только спасение, а пожилым не надо, а среднему поколению не надо. И я увидел эту четкую связку, которую Писание явно показывает, что, ребята, тремя поколениями нужно мыслить. Не молодежь, самое главное, и не среднички, скажем так, и не старики. Мы все в одной связке, как в семье. И вы знаете, что самое жуткое? Коронавирус прямо показал вот этот негативный момент, что сегодня церковь, вообще в международном масштабе, так увлеклась зданиями, светом, музыкой, что как грянул коронавирус, а семейственности нет. И люди потерялись, в мир поуходили. И я, кстати, благодарю Бога за нашу церковь, что у нас был большой акцент на домашней группы, на ячейке. И не хотелось бы, чтобы наши домашние группы распадались. И вот слава Богу за домашние группы, где была семейственность. У нас на данный момент сейчас 140 домашних групп. И мы там собираемся. И там тоже в домашних группах есть люди, старички, хотя они могут быть молодые по возрасту, но те, кто давно во Христе, которые наставляют более молодых, те наставляют следующих. Даже само видение 12-ти это подразумевает, что есть, как Иисус, у него команда 12-ти, те воспитывали других. Заметьте, вот всегда эти три поколения, они будут проходить вот везде, даже в бизнесе, в малти-левел маркетинг. Вы все равно эту тенденцию увидите. И именно она помогает выживать людям, потому что появляется связь семейственности. И я с некоторыми пасторами сейчас разговариваю, они говорят, слушай, нас перекрыли, все, QR-коды, никуда нельзя. Люди сидят перед телевизором, просто смотрят служение. Сейчас тебя смотрят, потом переключили, там уже, не знаю, фильм какой-то, боевик у них. Они тебя чик на другой канал. Ты просто один из кучи каналов, одно из предложений интернета. Друзья мои, так не должно быть. Поэтому церковь, это не свет, не музыка только лишь, это ощущение семьи. И семья может быть не тогда, когда один с кафедры что-то вещает. Сегодня я, завтра другой пастор. И вот такие вещатели. Церковь, это жизнь. Это когда мы живем за пределами церкви, в нашей семье, в нашем собрании. Дорогие мои, здесь, надеюсь. Поэтому мне как-то кажется этот гиперакцент каким-то очень странным на молодежь. Поэтому я так пересмотрел, подумал, всех надо любить. Вот все у нас должны быть. У нас пожилые должны себя хорошо чувствовать. Средний класс, молодежь. Следующий важный тезис, который я хотел бы зафиксировать, важный. Нам нужно передавать веру следующим поколениям. И по словам «следующее поколение» я не подразумеваю только лишь молодежь. Я подразумеваю следующее поколение то, что старше нас. Я, например, сам пришел ко Христу первым. И только потом спаслась моя мама, потом спасся мой отец. И они уже ушли на небеса. И я их воспринимал как другое поколение. Да, они не «следующее», они просто «другое». И поэтому очень важно передавать веру следующим поколениям. Теперь про молодежь. Книга пророка Даниила. У нас мало времени, поэтому все утекает. Она потрясающая тем, что там написаны интересные события. И вот представьте, книга Даниила – это примерно 500-й год до нашей эры. Это середина первого тысячелетия до нашей эры. От сегодняшнего дня, две с половиной тысячи лет назад. И написано, что народ израильский попал в рабство. То есть их захватил царь Навуходоносор и переселил весь народ в свою землю. Это было частое явление переселения людей, чтобы они как-то потеряли свои корни и растворились вот в этой, ну, в огромной территории империи. И Библия рассказывает, что среди переселенцев вот этих император отбирал отроков. Ну, отроки – слово, знаете, это юноши. Отбирал юноши для разных целей. Для того, чтобы они были военачальниками, солдатами хорошими. Их выделялось специально из казны финансы, чтобы их воспитывали в воинской доблести. И, соответственно, из разных народов набиралась хорошая армия. И из нее же также и офицеры, и командиры, и всевозможные евнухи и визири. И вот смотрите, пассаж какой. Даниила, первая глава, шестой стих. «Между ними были из сынов Иудинах Даниил, Анания, Месаил и Азария». Шестой стих. И седьмой. «И переименовал их начальник евнухов Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Месаила Месахом и Азарию Авдинага. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского, и вином, какой пьет царь. И потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. И начальник евнухов сказал Даниилу, «Боюсь я господина моего царя, который сам назначил вам пищу и питье, если он увидит лица ваши худощавее, нежели отроков сверстников ваших, то вы сделайте голову мою виновную перед царем». Тогда сказал Даниил Амилсару, которого начальник евнухов приставил к Даниилу, Анании, Месаилу и Азарии. «Сделай опыт над рабами твоими в течение десяти дней, пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья, и потом пусть явятся перед тобой лица наши и лица тех отроков, которые питаются царскую пищу, и затем поступай с рабами твоими, как увидишь». Он послушался их и в этом испытывал их десять дней. По истечении же десяти дней лица их оказались красивее, телом они были полнее всех остальных отроков, которые питались царскими яствами. Итак, смотрите, важный момент, к чему я веду. К тому, что вот четыре парня, которые попадают в такие же условия, как все остальные юноши, вероятно, их там сотни, вероятно, а может быть и тысячи, и вот с царского стола, то есть другими словами царь, повелевает раздавать определенное количество еды, пищи, одежды на этих ребят, которые будут воспитываться в царском благорасположении. И вдруг четыре каких-то парня, вдруг говорят, мы не будем питаться тем, что нам говорит царь. Почему? Потому что по нашему закону нельзя брать со стола язычников пищу, то есть с царского стола. То есть приноси нам просто отдельную пищу. Мы будем воздерживаться от того, чем питается весь двор. Откуда вообще у них эта идея? Я вот думаю, ну откуда юноши, парни, которых по большому счету, вот знаете, им поменяли даже их идентификацию, национальную идентификацию. Им сказали, ребят, вы теперь не евреи, вы теперь международники какие-то. Имена у них поменяли, у них нет родителей, они рабы. Но по какой-то причине в трудный момент жизни они принимают решение жить по закону, который им привили их родители. Они не ходят в церковь, у них нет синагоги, у них нет никаких условий. Они не смотрят проповедника с кафедры, у них внутри есть этот закон. Теперь вопрос, откуда он, этот закон? Кто-то им привил, кто-то жил с ними в этом откровении поколений, кто-то говорил с ними на библейские темы, и в какой-то момент жизни это сработало. И вы знаете, вот поэтому нам принципиально важно мыслить категориями поколений, спасать разные поколения. И удивительно, кстати, если прочитать дальше, вот мы прочитали эту мысль о том, что они воздерживались. Вот это воздержание пост, так и называется до сих пор Даниилов пост. То есть в сознании людей в основном пост, это знаете, только воду пить и ничего не есть. Ну или пост это хотя бы только одни овощи. Но под Данииловым постом подразумевается воздержание просто от того, что тебе является привычным. Кстати, ради хорошего момента у нас завтра начинается 40-демный рождественский пост за новых людей. Мы молимся, постимся, потому что у нас в Рождество придут новые люди. И многие может испугались, что там за пост. Да нет, друзья мои, да поститься надо просто, потому что это время, которое ты выделяешь Богу. Ты можешь просто вот воздержаться от интернета, вот молодежи это особенно будет болезненно, от соцсетей, можно воздерживаться, ну конечно желательно там от питания какого-то, от мяса и так далее, кому-то от просмотра фильмов. То есть посмотрите, от чего ты можешь воздерживаться. А самое главное, увеличить время молитвы. Даже само просто увеличение молитвы, я говорю, давайте час, минимум. Час возьмем молиться в день, каждый дома молится, может по 15 минут в течение там 4 раза, по 30 минут. Если ты молишься на иных языках, молись на иных языках. Не молишься на иных языках, вот в это время и попроси, чтобы Бог дал тебе эту способность. И ты мог молиться спокойно, час на иных языках. Халалалалалая, халилуйя. И когда ты помолишься в течение часа, и так 40 дней, ты увидишь, твоя жизнь изменится. И вот это откровение было у этих четырех ребят. И оно было, потому что кто-то им его привил. Молимся, да, и эти 40 дней, и постимся Даниловым постом. Итак, третье, важное, на что я хотел обратить внимание в отношении мышления четырех поколений, это научитесь передавать навыки следующим поколениям. Что это значит? Это значит, что во всех трех поколениях есть разные навыки. Совершенно разные. Например, у поколения постарше, у него есть очень хороший навык терпеть. У поколения более молодого есть хорошие навыки разбираться, например, в креативности и даже в интернете. Вы знаете, бывают неожиданные совершенно ходы. Вот вспомнил случай такой. У меня друг хороший, пастор, он говорит, говорит, собаку хотел завести. Не для того, что как все, играть туда-сюда, бегать с ней. Он говорит, просто тупо, что похоронял дом. Дом такой, в таком месте, где могут прийти странные люди. И говорит, я всегда нахожусь в какой-то опасности. И говорит, чтобы собака по периметру бегала. И говорит, ну понимаю, ее кормить надо и так далее. И тут дети догадались, сходили в революционный центр и привели ему из революционного центра барана. Представь, барана прям с рогами большими. Он говорит, я думаю, какой баран? Они говорят, пап, тебе для чего? Просто охранять дом? Он говорит, баран лучший вариант. И он говорит, ну ладно, оставили барана на улице. И говорит, парадокс случился. Говорит, охраняет лучше собаки. Я когда приехал к нему, я лично, пришел, калитку открываю, смотрю, с этой служайки баран поднимается, бежит. Я калитку закрыл, в ворота баран. И я думаю, ужас какой, страшнее собаки. А он мне в ответ говорит, слушай, еще в отличие от собаки, его кормить не надо. Говорит, он траву сам жрет. А третий говорит, что интересно, у меня газон всегда подстриженный. Я говорит, раньше стриг, газон чистейший. Ну а четвертое, надоест, съедим. Ну правда, он там прожил сколько-то, он говорит, нет, члены семьи уже есть не смогли барана. Но только следующему поколению может такая мысль в голову прийти. Барана завести вместо собаки. Вы знаете, навыки, это важный момент, когда мы вот их передаем друг другу. Навыки, как управлять финансами. Навыки, как следить за здоровьем. Навыки, как относиться в семье друг к другу. И вы знаете, сегодня потеряны навыки. И почему-то, по какой-то причине, мне неведомы совершенно, сегодняшний мир стал более, вот то, что точно, я могу четко это проверить, вот на своей даже жизни и на предыдущих поколениях, что сегодня стали люди более материалистичны, чем когда-либо. И, кстати, апостол Павел предупреждал. Люди мыслят категориями денег. Что ты мне дашь? Дружба исключительно через финансы. Брак стал исключительно через призму финансов. И это страшно. И вы знаете, удивительно, что смотришь на новое поколение, как будто бы вот в воздухе витает, как будто вот этот навык мира привязывается детям. Что в твоей жизни виноваты родители. Вот родители, они вот предыдущее поколение, как будто бы испортили тебя, и тебе сделали жизнь несчастной. Причем количество как раз финансов в их кармане и их образ жизни никак вот не влияет на то, что, ну, я имею в виду хороший образ жизни, и даже финансы, обеспечения, не влияет на то, чтобы перестать обличать и обвинять во всем своих родителей. Я не знаю почему. Это везде. Это в Америке, это в Германии, это в России, это в восточных странах, это в Иране. Я разговариваю с людьми, говорят, во всем, во всем виноваты родители. Когда я встречаюсь с такими там подростками, я им говорю, слушайте, у тебя есть ровно вот лет 40 пожить в этой философии. А потом ты сам станешь родителями, твои дети подрастут, и они усвоят ту же самую философию и тот же самый навык. Поэтому они тебе съедят все волосы на голове. Они выгрызут тебе все, что угодно, обвиняя тебя, что ты с ними неправильно поступал. Он меня напорол, меня взял вот и напорол меня, когда мне было 10 лет. Я думаю, Господи помилуй. И ты обвиняешь за это родителей. Я говорю, вот тебе бы мою маму, вот мою. Тебя бы не просто пороли. Моя мама, я всегда эту историю рассказываю, она мне до сих пор нравится. Мама моя, я помню, как сейчас, в одной комнате папа там пьяный лежит, который постоянно бухал. Две сестры там в разводе несчастные. И мама моя из деревни выросла, из деревни вышла, выросла сиротой. Представьте, я закончил университет, стал преподавателем начальных классов. У нее вечно были эти тетрадки дома, которые она что-то еще дома проверяла. Все люди как люди отработали, пришли домой. У мамы еще какие-то тетрадки надо какие-то проверять бесовские. Я как не мог понять, что она там с ними делает. И вот мне 12 лет. А 12 лет, когда тебе, ну ты же все знаешь. Ну 12 лет. Ты помнишь себя в 12? Так ты все, все видел, все знаешь. И вот, и вот я что-то на кухню захожу. И мама после работы эти тетрадки только проверила. Там муж что-то рычит в комнате. И что-то сестры с ней поговорили. Она что-то готовит. Как сейчас эту картину помню. Что-то готовит, какой-то суп на всю эту ораву. Делает что-то там, ну недовольное, видимо всей жизнью. И Павлик приходит и ей там, ты не права, ты там не разбираешься в правах человека. А это ни много ни мало, 84 год. И мама, она тогда еще не знала, что за порку в тюрьму можно попасть. Вот сейчас. Особенно в западных странах. Что есть какая-то ювенальная юстиция. Ее так не учили. Она половником крутит, а я. Она половник достает. И как, знаете, как самурай. На! Мне в лицо. Я что-то доказываю. И у меня просто свет погас. Вы знаете, бывает. Чук и все, нету. Ничего не надо доказывать. Тогда я подумал, наверное, вот так умирают. Когда свет включили, в этот момент я был в ванной, там умывался. И у меня фингал в пол лица. Такой синяк. Я в школу пришел, пацаны все. И, о-о-о, Ранюха, это кто тебя так надавал? Я, пацаны с соседнего района, я дрался. Мне стыдно было сказать, что это мама мне так заехала. И вы знаете, хоть бы чуть-чуть у меня появилось чувство к маме какое-то, что я вот несчастный какой-то ребенок. Я до сих пор прихожу на ее могилу и думаю, господи, вот баба была. Всех вытащила, всех детей достала. Мужа вымолила и Павлику надавала. Слушайте, я в первом классе один раз курил в первом классе. Я шел из школы, и кто-то нажаловался. И Раиде Павловне, учительница начальных классов, что ее сын курит, курит, курит. Я шел домой, и мне сказали, мама знает, что ты курил. Я шел на полусогнутых. Сейчас, вот скажешь ребенку, курил. Да он тебя еще пошлет, там, иди. Сейчас, скажешь, я в суд подам, имею право. Сейчас. А тогда все, это был кирдык. Я не знал, что делать. Мне казалось, с моста прыгнуть, что ли. Потому что я иду прямо в лапы к маме. Я пришел, мама меня вот так за волосы схватила. Ты долго будешь меня позорить? И трясла, трясла меня, таскала, как я не знаю кто, как мой Арчик, я не знаю, там, дохлую рыбу. Он таскал так, что у него в руках аж волосы мои были в руках. Но зато я не курил до 10 класса. В следующий раз я курнул уже через 10 лет. Вот думаю, и никогда у меня в голову не приходило ее как-то обвинять. Сейчас же всем обеспечат, все для них сделают. Они даны, даны, даны. Думаешь, я сейчас тебе как вот маму тебе мою надо в жизни. Просто. И вы бы стали хорошими людьми. Так вот, друзья мои, по этой причине сегодня что-то люди потеряли. Они потеряли это преимущество поколения и уважение. Ведь только на страницах Библии говорится о том, что ты должен почитать родителей не потому, что они хорошие, а просто потому что. Вы знаете, интересный момент. В истории нашей страны был такой случай. Один дворянин в начале 19 века, офицер, соответственно, дворянин в Санкт-Петербурге, проворовался, как это бывает на Руси часто. И его отправили на каторгу за казнократство. Там потом он из каторги вышел, его семья, конечно же, с ним переехала, и они там жили в ссылке, где-то в Сибири долгое время. Представьте, аристократ, живет в Сибири в ссылке после каторги, и вся семья с ним. И его дочка малолетняя всю сознательную жизнь прожила с папой в Сибири, зная, что она из аристократической семьи. И она пошла пешком из Сибири для того, чтобы найти аудиенцию с царем Николаем Первым, свою бытность, для того, чтобы выпросить милость к своему отцу, чтобы отца помиловали. И она шла там по этой Сибири, одна эта девчонка, ну, девушка молодая, что новость о ней долетела уже до Санкт-Петербурга. И ей говорили, что не встретится с тобой царь, кто ты и кто царь. Она говорит, встретится. И дошло уже до таких кругов высоких, что когда она пришла в Санкт-Петербург, царь уже знал, что идет девушка из Сибири по ходатайству за своего отца. Когда он с ней встретился, все-таки аудиенция состоялась, и он ей сказал, а за что попал на каторгу ваш отец? Она говорит, я не знаю. Царь говорит, вы не знаете, за что сослали вашего отца? Она говорит, понимаете ли, дело детей – это почитать родителей, а не разбираться в их грехах. Поэтому я пришла по ходатайствовать о нем. И царь удивился и сказал, дочка такого отца, что он так воспитал, вернее, простите, отец, который воспитал такую дочь, точно будет помилован. И помиловали его, он вернулся опять в Санкт-Петербург. Представьте, девчонка пришла вот с этим благородным отношением. Почему? Воспитали так. То есть смогли привить это чувство благодарности родителям. Следующее, на что я хотел обратить ваше внимание, следующий важный такой тезис. Запомните раз навсегда, не бывает потерянных поколений. Очень часто люди находят в свое оправдание какие-то вещи, которые произошли в прошлом. И мы как-то склонны всегда видеть жертву в каждом человеке. И мы говорим, а да, вот понятно, он ведь, а потом эту жертву играем мы сами. Мы говорим, ну вот я такой, потому что у меня был такой отец, у него был такой-то, и вот у нас то-то, а там война, и что-то, какое-то оправдание. Кто-то виноват в сбое моего ДНК. Возможно, это и так. Но знаете, лучшие люди на земле, это были те, которые расстались вот с этой психологией жертвы, которые сказали, слушайте, я не знаю, кто там был раньше, я не знаю, что там было, но у меня новая судьба во Христе Иисусе. И почему я говорю про новые поколения, вернее, простите, про то, что не бывает потерянных поколений. Потому что, когда мы приходим ко Христу, мы лично встречаемся с Ним. Нам очень важно, чтобы каждый человек пережил личную встречу, включая наших детей и наших родителей, и нас самих. Когда мы переживаем личную встречу со Христом, вот тогда все старое, оно реально отрезается. И смотрите, даже есть такое пророческое слово, Исаия 58 глава, 12 стих. Исаия 58, 12. Господь говорит, «И застроятся потомками твоими пустыни вековые, и ты восстановишь основание многих поколений». Смотрите, фраза какая, что ты восстановишь основание, ты заложишь новый фундамент. Если ты встретишься со Христом, то ты сможешь заложить новый фундамент. Знаете, сколько людей на земле, и даже среди нас, среди наших пасторов, у кого нет родителей, нет отца, нет примера перед глазами, и в принципе, как один из наших служителей часто говорит, он говорит, по этой философии я должен быть тоже таким же монстром, как и многие, потому что я тоже вырос без отца, или вырос там не с лучшими родителями. Но во Христе Иисусе мои основания поменялись. Во Христе Иисусе я сегодня способен заложить новое основание. Поэтому, друзья мои, вот бракоразводный процесс твоих родителей, их несчастная судьба, да и даже твоя несчастная судьба, не является оправданием для того, почему ты сегодня не можешь, не хочешь, и почему ты негодяй. Такого не должно быть, просто-напросто. Я надеюсь, вас не теряют, друзья мои. Знаете, притчи 25-28. Интересное такое слово, обратите внимание. Что город разрушенный, без стен, то человек, не владеющий духом своим. Я раньше, когда читал это местописание, думал, причем тут город разрушенный, без стен, и вот тот человек. Кто со мной ездил в Суздаль? Мы прямо недавно ездили в Суздаль, ребята многие были, из нашей церкви. И вот ты приезжаешь в город Суздаль, и как нижегородец, у кого есть Кремль, у тебя возникает когнитивный диссонанс, когда тебе показывают Суздальский Кремль. Говорят, Суздальский Кремль. Ты смотришь, ничего не поймешь. Церкви стоят, а стен нет. И ты говоришь, Кремль-то это стены. А тебе говорят, нет-нет-нет, вот, вот, вот это Суздаль, вот это наш Кремль. Я все время не мог понять, почему они называют Кремлем то, где Кремля нет. И даже порой туристы ошибаются, проезжают чуть дальше, и там находится Спаса Ефимов монастырь, он со стенами. И многие люди думают, что это Кремль. Но на самом деле Кремль в другом месте. Вот тот, где без стен. Так вот, оказывается, что когда приходили казанцы, ну, войны частые были, там, булгары и так далее, и восточные, там, степняки приходили, в один из нашествий они приказали Суздальцам снести стены, чтобы не было защиты, потому что Суздальцы постоянно бунтовали. И когда снесли стены, то Суздальцы потеряли вот это ощущение защиты, потому что если ты опять что-то взбухнешь, придут эти степняки на конях, уничтожат все, и у тебя даже нет возможности защищаться. И когда я стоял в Суздале, я вдруг почувствовал этот стих всеми фибрами своей души. Ты стоишь вроде Кремль, а стен нету. И вот так же сегодня люди. Они сегодня вроде, вроде как верующие, вроде как в обществе современном, но у них вот нет защиты внутренней, у них нет иммунитета на этот коронавирус, современный, я не знаю, там, влияние этого мира. И по этой причине, друзья мои, когда мы держим Писание, держим в нашей руке, когда мы знаем, что Бог с нами, тогда мы как город со стенами. У тебя есть эта надежда. Пятое. Доверяй следующему поколению. Или доверяйся даже следующему поколению. Доверяйся. Или доверяй. Вы знаете, мы порой не доверяем, потому что мыслим по-разному. Говорим, ну вот, родители меня не поймут. Или наоборот. Родители говорят, меня дети не поймут. Бабушка с дедушкой думают, что их не понимают. И мы действительно живем в разных парадигмах. Временных даже. Но интересная вещь такая, нас объединяет Христос. И когда объединяет Христос и его любовь, тогда язык становится понятным. Язык любви понимают все. Запомните. Бабушки, дедушки. Язык любви понимают в дети. Язык любви понимают родители. И любовь – это та склейка, которая делает христианство настоящим. Поэтому доверяйте друг другу. Вы знаете, я всегда удивляюсь этому парадоксу. Вот какие-то времена, ну не знаю, вот читаешь какие-то книги, 19-й век, 20-й век, времена были сложные. Людей сажали в тюрьмы, происходили какие-то события страшные, люди теряли имущество. И вот читаешь на страницах, ну на страницах классиков, там кого-то сажают в тюрьму, какого-то декабриста, или еще кого-то сажают где-то на Западе. И интересно, он говорит жене и детям, вот клад там-то, там-то, деньги там-то, там-то, дом перепишите на того-то, того-то. Сейчас приезжаю в Америку, слушаю, с людьми разговариваю, родители говорят, да мы детям телефон не можем доверить, украдет. Говорит, счет, какой счет, он у тебя в суд подаст. Жена сегодня еще только проснулась с тобой с кровати, уже утром, уже адвокатам позвонила, чтобы с тебя все забрали. Чичваркин, такой известный бизнесмен, вот только наш, российский. Сейчас в Лондоне жена последняя отнимает у него все последнее. Ты думаешь, ну как же так, они же на лавочке сидели, там я всегда говорю, ну про звезды говорили, у них любовь какая-то была, детей рожали. И сегодня жена просто отнимает все, все, все полностью через адвокатов. Как доверить в этом обществе сегодня самое дорогое? Как вот доверить? Вы знаете, я даже стал замечать, что люди в церкви так же, они боятся доверять своим детям. Там трудности какие-то, а как я перепишу дом или там чего-то, а вдруг отнимут? Кошмар какой! Этим живет общество. Вот накачанная материалистической философией. И от этого жизнь становится несчастной. А счастье, это всегда доверие. Доверие. Аллилуйя! Кто-то раз похлопал один. Я на самом деле не ожидал, что мы воздадим славу Богу за это. Но интересно. Вот у меня даже теща в свое время подписала свою квартиру большую, подписала супруге моей. Подписала и говорит, да ладно, а то вдруг что случится, типа, чтобы она уже на тебе была. И потом говорит, вот я теперь бомж. Такая она сказала, это было несколько лет назад. Она спокойно живет, жила и в квартире, и сейчас мы с нами вместе живем. И подумайте, что в принципе, это ход такой опасный в наше общество, в наше время. Потому что сколько стариков отдают там куда-то в дом престарелых и забирают их имущество. Это стыд, позор. В былые времена за это побили камнями. Просто общество бы не разрешило так поступить. Это было невозможно. Представьте на секунду. В древнем Израиле это было невозможно. Если бы дети забрали жилье родителей и выкинули их. Родители вышли бы на площадь, сказали, вот мой дом, в нем живут мои дети, и меня туда не пускают. Все бы было очень просто в те времена. И я думаю, что этот был подход более справедливый. Вывели бы на эту же площадь под белорученьки тебя вместе с супругой и камнями все общество. Дык-дык-дык написано, чтобы не было повадно народу, искренне зло из среды себя. И все. И теща опять заехала в дом. Ненормально, согласитесь. Но с другой стороны, с точки зрения справедливости, как раз этот подход очень интересный. И последнее. Последнее, самое главное. Наше счастье всегда в руках следующего поколения. Наше личное счастье, мое ощущение счастья, оно только тогда, когда вот в этой связке трех я чувствую себя защищенным. По этой причине Иоанн пишет свое письмо, в третьем послании Иоанна, он пишет письмо и говорит, для меня нет больше радости, чем видеть, что дети мои ходят в истине. Представьте, он говорит, для меня нет больше радости. Он даже сравнивает радость. Говорит, вот радость, деньги получил, вот радость то-то, вот радость там, что не знаю, коня купил, может быть, вот дом построил, радость. А говорит, высшая форма радости, видеть, что дети мои ходят в истине. К сожалению, это не так легко, вообще нелегко. Нелегко, чтобы вся семья ходила в истине. Но это оказывается в Библии высшая форма счастья, когда дети ходят в истине. Вы знаете, я даже сколько раз видел такие картины. Вот даже у меня перед глазами опять пример жизненный. Разговариваю с одной семьей, родители, муж, женой, хорошие люди. И говорят, вот сын у нас уехал учиться в Америку, там все классно, пастор, все хорошо. Я говорю, ну как? Они, да, да, молодец, молодец, прорвался, купил дом. Ну вот врать не буду, то ли в Калифорнии, то ли где. Купил, такой вообще классный, у него денег, ну зарабатывает прям классно. Смотрю, что-то вот, все равно, вот что-то не то. Я говорю, а что не то? Да, говорит, приезжает к нам постоянно с новой подружкой, чуть там не каждый год. И он говорит, как не поймет, нам не нужна подружка. Нам нужно, чтобы он женился, чтобы дети были. А у него постоянно новая подружка, и он на это внимания не обращает, просто так живет. И говорит, так тяжко. Вот и миллионов его не надо, и домов его не надо. Главное, чтобы просто у ребенка был порядок в семье. И вот это счастье мы никогда не можем заменить. И дети то же самое. Если мы говорим про другую сторону. Для детей нет больше радости, когда они видят, что их родители живут в счастье. Пускай они не самые богатые, но они просто вместе. Вот эта картинка, когда папа и мама вместе, это самое большое удовлетворение для детей. Больше, чем если бы просто они жили в разводах в разных, гуляли друг с другом и задаривали какими-то дорогими подарками. К сожалению, сегодня 80% молодых людей живут именно так. Именно так. Они всегда видят в разводе своих родителей. Они приходят к маме, у мамы какой-то друг очередной. Через год у нее второй друг. Потом она приходит к папе, у папы денег просят. Папа тоже подружек меняет. У него уже дети от другого брака. Там еще в этом бардаке живут 80%. Представьте, людей до 30 лет. В Москву, если вы приедете, именно так вы встретите. Именно так живут. Поэтому храни, Господи, нас от всего вот этого. Да хранит нас Господь. Лучше завести барана, чем собаку. Давайте поднимемся и будем молиться. Наш Господь, чудный и истинный. Он Отец Вселенной. Так я благодарю Бога. Все, кто смотрели нас и смотрят нас онлайн. Вам нужен Христос, друзья мои. Вам нужен Христос. Без Него никак нельзя. Давайте помолимся, чтобы вы запечатали себя вот в этом, в этой связке поколений. Отец Небесный, я молюсь, Господь мой. Молюсь за детей, чтобы они были детьми. Молюсь, Господь, за средний возраст, чтобы они были средним возрастом. Каким запланировал их Господь. Господь, молюсь за бабушек, дедушек. Чтобы они были теми, кем запланировал их Господь. Господи, дай нам любить друг друга в этих поколениях, Отец Мой. Чтобы мы, Отец Мой, были едины с семьей, Отец. С семьей в церкви. И даже если где-то есть сбой, Господи, и он есть, то нет потерянных поколений. Все равно Ты, Господь, заменяешь нам Отца и Мать земную. Все равно, Господь, Ты наставляешь нас в анестезии правды. Ты даешь нам эту веру, Господь мой, сверхъестественная. Отец, благослови, благослови каждого. Благослови церковь Твою. Благодарим Тебя, благодарим Тебя, благодарим Тебя. Благодарим Тебя за милость и благодать Твою. Аллилуйя, слава! Да будет Твоя, Отец. Благодарим Тебя, наш Царь и Бог. аминь аминь давайте воздадим славу богу славу царю мы снова в студии нашей чудесной студии backstage с прекрасными оскаленными и у нас такая ну реально великолепная тема месяца и такая проповедь классно да так вот разрушен микс вообще следующее поколение мы все как-то в одной теме сегодня и здорово потому что церков одном духе двигаться до мы одно тело и прямо сейчас мы хотим обратиться к тем кто смотрит нас первый раз для вас у нас есть какое-то чудесное даже не знаю как это назвать решение чудесная возможность принять господа сегодня как своего спасителя вот константин вообще с об этом раз да все начинается с покаяния может быть вы не первый раз на смотрите но вы никогда не молились молитвы покаяние очень простая то есть молитва вообще просто молитва это разговор то есть это обращение бога и звучит она очень просто прости меня прости меня за мои грехи я прошу тебя приди в мою жизнь измени то есть принц вот такие простые слова которые все мы произнесли однажды я там в районе 20 лет вы тоже каялись однажды то есть каждая то есть жизнь христианина дату и спасение начинается молитву покаяния и давайте мы вместе с вами помолимся если вы готовы если вы хотите я попросил у вас даже можно закрыть глаза чтобы сконцентрироваться именно на боге самое главное говорить именно говорить с нами и говорит от сердца давайте помолимся and мы и и и и Субтитры сделал DimaTorzok